Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 10. Вопрос 2395. Вы говорите, что нужно молиться своими словами и по псалтире в русском синодальном переводе. Какие у вас мысли бывают, когда на молитве читаете псалтирь? И как войти в смысл и дух слов псалтирия, когда ее читают и о живых, и о мертвых? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Лучше солнцу прекратить шествие свое, нежели оставить псалтирь. Великая польза – поучаться из псалтири и читать ее прилежно. Все книги божественные нам на пользу и доставляют печаль бесам, но ни одна из них так, как псалтирь. Да, не неродим, молитва должна быть напряженной и усердной. Если долго не отвечает Бог, то для твоей пользы. Он знает, что если получишь, то отойдешь. Молитва за врагов умилостивляет Владыку. Делаемся подобными Богу. А если за друзей, то как мытари, ибо и они любят любящих их. Молитва – воздух для души, противоядие против грехов. Зимой большую часть ночи посвяти молитве. Боясь, чтобы демоны не похитили все, будем непрестанно молиться. При потере и ущербе повторяй. Бог дал, Бог и взял. Повторяй это и угодишь Богу. Бог особенно тогда склоняется к нам, когда не другие, но сами молимся. Исаак молился о неплодстве ревеки 20 лет. Мы же 20 дней не молились. Я уже говорил, что многие, зевая, потягиваясь и оглядываясь назад, стоят на молитве. Многие просят Бога покарать врагов. Итак, одни небрежением, а другие ревностью губят себя. Учит дьявол и добивается своего. Ударишь ли ты раба пред его господином? Ты бьешь раба господня перед ним. Помни свои грехи, бичуй себя. А ты, человек, и сам не слышал себя, о чем молился. Молись часто, лежа на постели, ни о чем не думаешь. А здесь, на молитве, тысячи мыслей одолевают. Совершенно невозможно впасть в грех постоянно молящемуся. Пламень, вознесенный в молитве, поможет одолеть страсти. Часто повторяя молитвы, согревая и промежутки. Молитва против врагов уподобляет пьяной, бешеной старухе и дерзкой. Молитва за врагов делает язык ангельским. Не уступай первенства в молитве прочей твари, солнцу, птицам. Встань раньше и прославь Бога. Предающийся сну потопляет свою ладью. Если просить ненужного, то и праведника Бог не услышит. Молитва святых имеет великую силу, если и мы содействуем им сами. А у нас молитва прерывается от всякого стука, шума. Или я не зевал подобно нам? Иоанн Златоуст, том 1, стр. 526, том 2, стр. 327, 410, 454, 833, том 3, стр. 42, 326, 368, 371, 469, том 4, стр. 816, том 5, стр. 11, 38, 59, 67, 239, 403. Псалтирь – одна из 77 книг Библии. Она богодухновенна. Но вот я внимательно читаю субботний псалом 103 и ничего не могу в нем найти, чего бы я не знал бы до прочтения этого псалма. И мог бы сам так же написать, и другие написали бы не хуже. И даже более объемно, более всеохватно. Но дело-то в том, что это все, что это здесь все до буковки от Духа Святого. И поэтому эти слова имеют нечто, чего ни один поэт, даже более талантливый, чем Давид, заложить не сумеет в свои шедевры. Может и будет даже, но не канонизированные стихи я на молитве поостерегусь читать с таким же постоянным упорством и желанием. Здесь авторитет Библии и самого Господа Бога. Потому мои верши, они может быть лишь слабый отблеск в тумане рассвета. А псалтирь – солнце яркое и незаходимое. Пророчество сам по себе человек не сможет выдать. А вот так написать, чтобы врагам моим поотрубал голову Бог, чего тут-то не сказать. Но дело в том, что псалтирь не идет на конкурс литераторов. Она утверждена властным повелением небесного монарха и Иеговы. И вот что говорит о псалмах сама Библия. 1 Пропоменон 16.7 В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Псалом 97.5 Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с глазом псалмопения. Евангелие от Луки 20.42 А сам Давид говорит в книге псалмов «Сказал Господю, Господу моему, сиди, одеснуй у меня». Евангелие от Луки 24.44 «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом в пророках и псалмах». Деяние 1.20 В книге же псалмов написано «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Как и во втором псалме написано «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Иакова 5.13 «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Ефесянам 5.19 «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Колоссинам 3.16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякую премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». «Давид много страдал от врагов и уповал только на Бога. В этом он мне близок, и я легко вхожу в его состояние и в дух его молитвы. А мертвых нет ни одного псалма. Если читать над мертвым, то только для вразумления стоящих или спящих возле груба, кто еще в телесной кожуре». «Подобие желанно только в Боге, не может надоесть или наскучить. Хочу похожим быть на веник у порога, безмолвным, дружным, делая как лучше. Подобная жена у мужа спящего. Ему Бог Иегова готовит из ребра. Двум теннисистам поровну по паре мячиков. Тысячелетия борьбы, семейных драм. Характеров подгонка и шлифовка, измена, ревность, склоки и убийства. Все начинается так часто до помолвки, и рубят пальмы порченые и винограда кисти. «Ты хочешь, чтобы наши домочадцы, жена и дети и твои соседи похожи были на тебя хоть частью? Тогда от них к нам не прибудут беды». Скажи преступнику, любому мафиозе, что все и всюду на него похожи. Что станется и с ним? Поджоги и угрозы он распрощается с благообразной рожей. А дружбу каждый, Библия гласит, так направляет, чтобы друг и близкий похож был на него. «Да ты умрешь с тоски, программа деятельности, заморгав, зависнет. Когда же мы похожи на Творца, его проект всемерно охраняем, отображает солнце в капельки роса, когда нам Бог, кормилец, друг и нянька. Из Вечной Библии берем мы образец и подчинение глаголам Иеговы. События в его руках резец он видит не в одеждах нас, а голых. И подгоняет, отсекая с болью, наросты, похотения и излишки. Оригинал сценария, соединяя с ролью, подобие свое он в книгу жизни впишет». 5 августа 2004 год. Игнатий Лапкин. Субтитры подогнал «Симон»